Проблема первая, неожиданная усталость. Вроде и на кружки первоклассник пока не ходит и задают совсем чуть-чуть, а ребенок после школы вялый, рассеянный и все пытается куда-то прилечь и уснуть. Да, нагрузка в школе для всех одинакова, но дети-то разные. Есть ребята, которые устают даже от того, что рядом с ними много людей. От шума, от общения. Пройдет время и ребенок втянется, но адаптация будет идти дольше. Важно здесь родителям обеспечить дома доброжелательную, спокойную обстановку. Необходимо следить за сном первоклассника. То есть ребенок должен ложиться спать не позже 21 часа. Необходимо, чтобы ребенок очень большое количество времени проводил на свежем воздухе, причем прогулки эти должны быть активными. Проблема вторая, не получается завести друзей. В детстве дружеские связи и отношения напрямую влияют на самооценку и общее психическое благополучие. Поэтому к вопросу школьной дружбы нужно отнестись серьезно. Без нотаций поговорить с ребенком, выяснить, как он общается с другими. Возможно, именно его поведение – причина того, что одноклассники обходят его стороной. Есть такие детки, которые ведут себя либо слишком агрессивно, либо замкнутые. Конечно, это возникает у детей неприязнь к таким детям. Поэтому родители должны объяснять ребенку, насколько любят в коллективе дружелюбных, положительных детей. Проблема третья – расстройство из-за плохих отметок. Все родители хотят, чтобы их ребенок хорошо учился, но некоторые относятся к этому чересчур серьезно. Психологи советуют ослабить хватку и не доводить ребенка до нервного срыва. Постоянными претензиями и требованиями быть во всем идеальным. Ребенок просто будет бояться что-либо сделать. У него появится боязнь неудачи. Поэтому родителям не стоит возлагать слишком большие надежды на ребенка. То есть в первом классе он должен приобретать знания, должен радоваться каким-то своим малейшим успехам и своим удачам. А потом уже во втором и последующих классах можно уже работать над получением золотой медали. Учителя в начальной школе избегают негативных оценок, клеят в тетради лишь звездочки и солнышки. Этот вариант поведения стоит перенять и родителям. Хвалите, помогайте, заинтересовывайте и сравнивайте ребенка только с ним самим.